Замотными окнами внутреннего убранства не разглядеть. Две квартиры на первом этаже дома номер 24, корпуса 1, жилого комплекса «Восточная Бутова» превратились в одно помещение. Местные жители показывают переделки, которые можно разглядеть. Ширение дверного проема. Он же его расширил и убрал батарею. Здесь, по словам местных жителей, планировалось открыть салон красоты, а вход оборудовать со стороны балкона. Даже фундамент для него уже сделан, но история получилась некрасивая. Мнение жильцов дома было проигнорировано. У нас дружный дом, и мы общаемся. И я точно знаю, что собрание не проводилось. Было две попытки назначить это собрание. Первый раз не явился собственник. Следующее собрание они назначили. Нам не вручали уведомления под роспись, просто так же побросали в почтовый ящик. Назначили на будний день, на утро, в расчете, что многие жители работают. Но те, кто явились, они проголосовали против. И представитель собственника сам сказал, что это собрание можно считать недействительным. Анастасия Ануфриева проживает на 17 этаже, как раз над теми квартирами, где была произведена перепланировка. Она призналась, что теперь чувствует себя в своей уютной квартире очень неуютно. Были снесены внутренние стены в квартире, был расширен выход на балкон, была снесена балконная перегородка между двумя жилыми квартирами. Меня беспокоит это, потому что это является угрозой обрушения данного дома. В июле стройку посетили представители жилищной инспекции. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Проверяющие вынесли вердикт. Ремонт не был согласован, а значит, ввелся в нарушение закона. Чтобы перепланировка была законной, до начала всех работ необходимо получить разрешение органа местного самоуправления. Попытаться узаконить все изменения теперь можно только в судебном порядке. Приводятся в статье слова руководителя госжилинспекции Московской области Вадима Сокова. Получить комментарий владельца квартир нам не удалось. Телефон его не отвечает, а соседи утверждают, что в помещении уже давно никто не появлялся. Жильцы все это время не сидели сложа руки. Написаны жалобы обращения во многие инстанции. К разрешению ситуации подключились администрация района и депутаты. Жители обратились и в ГЖИ, и в прокуратуру, и в администрацию Ленинского муниципального района. Также обратились ко мне, как депутату по данной территории. Мы сейчас комплексно проведем проверку. Действительно, выявим все документы, которые есть. Посмотрим, опять же, заключение прокуратуры. Заключение ГЖИ мы уже получили о том, что данная перепланировка незаконна. Также с помощью управляющей компании будем смотреть и контролировать данную ситуацию. Местные жители настроены решительно. Если собственник сам не приведет помещение в надлежащее состояние, жильцы намерены обратиться в суд. Максим Козлов, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.